Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение сюжетной модификации Долина Шорохов для игры Сталкер Зов Припяти. В прошлой серии произошла масса интересных событий. Мы встретили бомжа, помогли ему отбиться от снорков, за это он нам подарил артефакт Компас. Далее отправились на базу Свободовцев, выяснили немного о судьбе Сталкеров, которые искали артефакт Серциазиса. Свободовцы помогли открыть пространственную аномалию, мы проникли в пещеру, в довольно-таки сложное место, странное, в котором в конце вообще оказался контролер, но, друзья, там также оказался артефакт Серциазиса. И мертвый, один из трех Сталкеров, которых мы искали. И все это закончилось предательством, предательством со стороны Свободовцев. Оставили нашего героя умирать, забрали абсолютно все. В итоге мы оказались без денег, без медицины, без оружия. Что делать дальше, я не представляю. И небольшая предыстория перед тем, как мы с вами продолжим дальше прохождение. Я стал соображать, как вообще дальше проходить, потому что не так давно выяснилось, что я играю на мастере, друзья, на уровне сложности мастер. Что это значит? Это значит лютые противники, это значит, в принципе, весь геймплей довольно-таки сложный становится от мастера. В общем, попытался я поискать какие-то брошенные стволы, попытался поискать артефакты, вот эти радиоактивные грибы. Но все это крошки. Все это, если продавать, это стоит очень дешево. А если оставлять себе, допустим, те же сломанные стволы, ну, никакого смысла нет, они клинут через выстрел. В общем, почитал я немного про эту ситуацию. На самом деле, вот после того, как свободовцы нас бросают на краю того карьера, мы с вами, по идее, должны пойти к Максимилиану. Но он у нас с вами погиб при штурме лагеря наемников в контейнерах, который был. То есть это было довольно давно, как бы переигрывать с того момента, ну, нет никакого желания совершенно, потому что это действительно очень долго нужно переигрывать. Получается, что Максимилиан нам выдал бы снарягу хоть какую-то, ну, не хоть какую-то, а нормальную. Мы с вами помним, что когда мы открыли его ящик, там была гроза, по-моему, что-то такое. Там были хорошие стволы, они бы нам как раз пригодились бы дальше для продолжения. Но, к сожалению, Максимилиан погиб, и как бы неоткуда было взять снарягу. Ну что ж, пришлось мне, как говорится, залезть в долги, в довольно-таки большие, к местным сталкерам. Под большие проценты, так скажем, дали они мне кругленькую сумму денег. И, друзья, я закупился здесь у Рокфеллера. Он тоже вошел в мое положение, сделал мне скидочку. В общем, друзья, закупился я вот такими вот пушками. АК-12 и ВСС. И вот такой вот гранатометик тоже взял. Потому что мстить хочется сильно, шумно, и будем взрывать этих свободовцев, всех чертовой матери. Не прощу. Купил вот такой шлем. Немножко накинул апгрейтов. В общем, сумма действительно была кругленькая. Ну что ж, надеюсь, что со временем, к концу жизни, я выплачу им этот долг, этим сталкерам местным. Давайте продолжать. Вот такая вот небольшая предыстория у нас с вами. Потому что, если не брать в долг у сталкеров, так скажем, то продолжать нам просто банально... Ну, ну никак. На мастере, тем более. Я не знаю, я пытался здесь все делать. Пытался в какой-то квест нашел, пошел сюда какие-то замеры производить. Но в итоге все там плачевно. Пропускаешь один удар от снорка, и все, и умираешь. Потому что ни бинтов, ни аптечек. Даже если купить бинты с аптечками, все равно они кончатся. Потому что денег было две тысячи всего на все. Что ж, мы с вами помним Володю Большого, с которым мы можем отправиться на штурм. На штурм Свободовского лагеря. Давайте с Володей поговорим. Мы в прошлой серии уже разговаривали. Так, готов выдвигаться. Ну что, пробуем? Давайте даже не так. Давайте сохранимся сейчас прямо перед Володей. И поехали. Беру сразу в руки гранатомет. И чертовы Свободовцы сейчас ответят мне за все. За все унижения, которые мне пришлось испытать здесь после того, как они меня бросили. За все ответят гады. И заодно повзрываем немножко. Потестируем гранатометик. Так, давайте сразу занимаем какую-то позицию. Подальше желательно. Потому что очень сильно ребятки отстегивают. Куда-нибудь за дерево спрячемся и попробуем повзрывать. Пошвырять им гранаток туда, гадом. Таким. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Лови-ка. Есть. Хорошо, хорошо. Получается пока. Закидаем их гранатами. Тварь. Обойдешься. На, ешь. Да, вы знаете, гранатомет, конечно, классная вещь. Обалденно. Что творит, а? Просто всех там практически. Всех. Вообще всех под ноги. Жесть. Тихо, тихо. Опасно, опасно, опасно. Жесть. Просто класс. Вот это моя мечта сбылась, на самом деле. Отомстил этим гадам по полной программе. Ну что, твари? Вы этого хотели? Думаю, нет. Но вы это получили. Круто. Круто. Давайте заберем все, что у них осталось. Осталось у них не так много. В основном всякое барахло. Вряд ли мне что-то из этого пригодится. Но на самом деле стволы у них крутые. Крутые, неплохие. Некоторые, по крайней мере. Но и я-то не пальцем деланный. Теперь-то уж. Так, ты кто? Гришка седой. Нет. Где? Где этот ковбой, гад? Так, смотрим. Что у них здесь осталось еще полезного? Заберем все. Ничего не оставлю им с собаком. Хотя тут уже, по сути, оставлять-то некому. Так, кстати, а у нас там никто не сидит? А, здесь уже наши ребятки. Посмотрите-ка, заправляют, да? Все. Быстро вы обжились. Быстро, красавчики. А, вот и дверь открылась. Смотрите. А все это, оказывается, можно было забрать, да? Получается. Ну, выходит так. Ну, и заберем тогда. Заберем все. Нагреб, конечно, я там еще и половину ненужного. Но ничего страшного. Так, хорошо. Хорошо. Отлично. Найдем-ка мы с вами ковбоя сейчас. Где он там? Надо у него реально все забрать. Все наши вещи. Так, ты кто? Русманул? Нет. Не он. Глеб. Интересно, а неужели сбежал этот гад ковбой, а? Нет, вот он лежит. Вот он, гаденыш. Сюда давай. Ключ сюда. Батон сюда давай тоже. Так, редкий артефакт. А, вот и компас. Смотрите-ка, у Мишки Теслы, да? Был все это время. С нашим компасом ходил. Сволочь. О, даже у него сварок есть. Прикольно. Рукопись Мишки Теслы тоже заберем. Ствол, кстати, неплохой, наверное, да? Как минимум он новый. Как минимум он можно будет продать. Влезает? Влезает. Хорошо, берем. Да, шумная месть получилась. Очень шумная. И взрывная. Прям отомстил, как хотел. Чтоб страдали гады. Так, интересно. Давайте поговорим сейчас с Володей. Что он там думает. А, ты не Володя. Подожди, ты Женька Пушкин. Женька Пушкин. Ствол нужен тебе, Женька? Да ты неплохо сам снаряжен. Ты смотри, какой красавчик. Свол заберешь. За 8 тысяч, друзья, вот это класс, забирай. И что еще? А, вот это забирай, наверное, да? И вот эти патрончики натовские тоже тебе пригодятся, я думаю. Загребай. А больше ты ничего и не дам. Кстати, у нас есть ключик ковбоя. Пойдемте сейчас входим в ящик. Откроем его. Посмотрим. И что у нас там с вами с заданиями? Три товарища редкие. Так, сердце Азиса, Бороде. Теперь его необходимо отдать Бороде. Три товарища. Мы узнали о судьбе труса Балбеса Бывалова. Теперь это необходимо рассказать Бороде. А, так смотрите-ка. У нас с вами получается, что все. Теперь мы к концовочке подошли. Интересно. Но. С этим. С Долговцем там с тем. Что-то же надо делать тоже, да? Я думаю. Страж Свободы. Комбинезончик, а? Слушайте, ну комбез крутой. Он прям в таком виде круче нашего. Гораздо. Давай сюда. Здесь что? На Геркулесе поедем дальше, я чувствую. Слушайте, вот это да, вот это тут колондайк. Посмотрите, у него есть все просто. Просто все есть. А, так все есть-то. Я смотрю, не понимаю, это же наше все. Это все наше. Черт побери. Ну не все, но кое-что наше, кое-что нет. Вот, оказывается, где это все находится. Понятно. Блокнот капитана Козлова. Ну давайте возьмем, ладно. Я что-то смотрю, не пойму, думаю, ничего себе тут барахла у него. А это, оказывается, все наши вещи старые. Понятно. Нет, ветер свободы. Да, даже брать не хочу. Даже ради того, чтобы продавать. Нет никакого смысла. Вот этот. Да уже вообще нет никакого смысла в плане там продавать, не продавать. Давайте не будем заморачиваться. Заберем как бы так. Минимальный, так скажем, наборчик. Комбезик взяли, пригодится. Может сейчас у техника его модифицируем перед концовочкой. Потому что что-то мне подсказывает, что мы уже близимся к концовке. Довольно-таки рядом уже находимся. Ну что, патроны? Наверное, да, я думаю. Хотя у нас перегруз. Да? Ладно, ничего, сейчас дамчим. На Геркулесе доедем. Так, ну что, заберем какие-нибудь вот такие, да? Для автомата. Хорошо. Конечно, двигаться не можем, понятное дело. Геркулесик, поехали. Так, а нас отсюда никто не выведет. Получается, нам самим выходить придется, да? Да, нельзя выпрыгнуть, к сожалению. Хорошо. Так, инструменты, товары. То есть, по сути, у нас... Ну, наверное, нам сюда. То есть, нам еще нужно решить вопрос с мутным. Как я это могу понять? То есть, вроде как с мутным еще вопросы не закончены. Поэтому давайте сейчас на базу с контейнерами. Так, так, так. Тихо, тихо, друг. Подожди, подожди, давай. Давай что-нибудь выпьем, съедим. Или зачем нам, собственно, на базу с контейнером, да? Пойдем сразу вот сюда. Да. Я думаю, так будет правильно. Зачем нам возвращаться, чтобы потом идти в ту сторону? Мы сразу отправимся сюда. Так, собаки, собаки. Жесть. Вот это ствол. Вот это ствол безумный. Посмотрите, всех перекосил. Вообще без шансов. Просто всех. Да, крутой ствол, определенно. Как он там называется правильно? АК-12, по-моему, да? Да. Классный. Я еще немножко его модифицировал на снижение отдачи. И точность. Действительно, очень круто. От бедра вообще шикарно. Практически без прицела можно пользоваться. Ну, а прицел у нас такой. Так, хорошо идем, хорошо идем. Посмотрим, что нам вообще нужно. По идее, можно бы пополнить вот эти вот боеприпасики. И у нас чуть-чуть денежек-то есть. И, скорее всего, сейчас мы продадим вот эти артефакты, которые нам не нужны. Компас не продается. Ну, а два артефакта там есть. Скорее всего, мы их продадим. Потому что смысла в этих артефактах нет совершенно никакого. Я их надеть не смогу. У меня нет артефакта на снижение радиации. Поэтому просто продадим. Так, а ну-ка, брат, давай-ка мы с тобой что-нибудь, что-нибудь сделаем. Может, тебя заинтересуют? Вот рукопись Мишки. Не, подожди, подожди, меня самого заинтересует. Я уже забыл про нее. Рукопись Мишки Тесла. Что там такое? А документация по настройке сканера пространственных аномалий. Угу, понятно. Хорошо, тогда мы можем и отдать. Так, дай-ка гляну. Ух ты, а здесь он как? Хм, интересно. А если на человеческий перевести? Есть практическое применение? Похоже, Мишка большую работу проделал. Жаль, не ту команду выбрал. Ладно, есть такие аномалии. Транспространственные называется. Я слышал об одной такой. Люди как в пузыре оказываются. Куда не пойдут, один хрен назад возвращается. Недаром такие аномалии пузырями и прозвали. А по Мишкиным записям похоже, что есть еще и нестабильные телепорты. Короче, тащи сюда детектор сварок. И артефакт компс. Я тебе настрою детектор. А, так смотрите-ка, у нас есть и то, и другое. Жесть. Будет определять аномалии, если тебе... Зачем мне этот детектор? Я собираюсь валить чертовой бабушке. Подождите, ну допустим, держи сварок и компас. Что будет? Ну ты запасливайся, у тебя есть. Подходи позже, заберешь настройный детектор. Угу. Ну, наверное, мы с вами, может быть, поспим и заберем потом, да? Давайте сейчас модифицируем все, что здесь есть. Напоследочек, так скажем. Прочность костюма. Да давай. Все, давай. Здесь смотрим радиация, химзащит. Ну, химзащита побольше, радиации поменьше у нас с вами. Электрозащит количество контейнеров. Да? Какая разница? Ну, давай, ладно, возьмем контейнеры, но уже смысла в этом нет. Может быть, конечно, я найду какой-нибудь артефакт. Ну, и в электрозащите тоже никакого смысла нет, по большому счету. Смотрим, ремонт не нужен, ремонт не нужен, ремонт не нужен, не нужен, не нужен, нигде не нужен. И здесь не нужен. Отлично. Воевал, и ничего не сломалось. Хорошо. Жалко, что нет ничего на снижение радиации, конечно. Очень жаль. Я бы сейчас реально бы что-нибудь повесил. Так, ну что? Рокфеллер, давай-ка торганем с тобой по-быстренькому. Ну, на тебе вот это. А больше нечего. За 9 тысяч забирай. И давайте, знаете что? Знаете что? Давайте прикупим гранаты. Вот эти вот гранаты подствольные. Где они там были? Так, они у что нету у тебя их, друг? Ну, в этот раз, наверное, нет. Нет, вот они, вот они. Вру, есть. Забираем. То есть у нас получается 4 самых мощных, да, силы взрыва 6. И 21 чуть-чуть послабее. Но при этом с большим радиусом, кстати. При этом еще и осколки на 20 метров разлетаются. Нет, не 20 метров, а 20 штук. Кстати, а вот эти вот гранаты, вот эти, наверное, в общем интереснее, да, получается. И скорость полета выше. То есть однозначно эти гранаты поинтереснее, да? То есть они еще и самые дорогие при этом. Хорошо. А, тогда давайте вот так поступим. Вот эти уберем. Полностью продадим. Оставим у себя только самые дорогие с ними. Дальше будем воевать. Так, что нам нужны? Патроны нет. Все есть. Патронов море. Кстати. Кстати, знаете в чем проблема? Ммм. Да. Проблема в том, что... Либо надо вес сбрасывать. Либо... Я почему-то думал, что комбеза будет возможность веса подбросить. Но нет. Переносимого веса у нас с вами не было. Такая возможность. Модифицировать. Так, тогда мы с вами что? Тогда мы давайте скидывать, наверное, патрончики. Сколько-нибудь. Ммм. Ммм. Да. 64. Тут как не скидывая, все равно от какого-то ствола придется отказываться. Иначе просто двигаться не получится. Так. Ну что? Ммм. ВСС. Или... Или вот этот. Не знаю. А давайте вот этих попробуем продать патронов. Может быть вес уменьшится? Чтобы оставить хотя бы два ствола. Да, 59 с половиной. Отлично, отлично. И вот этот артефакт продадим. Все равно на себя не повешу. Так. Ну неплохо. Ладно. Зато мы с вами оставим два ствола вместо одного. Но по чуть-чуть патрончиков от каждого. Хорошо. Надеюсь, что нам всего хватит. Так. Сохранимся сейчас. И давайте, наверное, как? Скорее всего, поспим. Я думаю, да? Чтобы у нас с вами техник наш все там сделал, что нужно. Наверное, я думаю, часа нам хватит, чтобы он там завершил все манипуляции. И мы к нему вернулись. А, детектор готов? Еще нет. Бро, допустим. Ладно, давайте тогда поспим чуть подольше. Допустим, вот так вот. Часиков на парочку еще. Хотя не исключено, что ему тут нужно будет какие-нибудь сутки. На самом деле, детектор готов? Еще нет. Да ты запарил, друг. Серьезно. Давай, я сутки посплю. Я думаю, что здесь у нас жесткой привязки ко времени нету. Давай вот так. Я не знаю. Если ты после этого нам... Да, вот. Детектор готов. Можешь забирать. Отлично. Знал бы сразу, что нужно сообщения дождаться. Поспал бы побольше. Так, да. Забираем. Модифицирован детектор сварок. Хорошо. Интересно, а здесь где-то был переносимый вес? Нет, нигде не было. Но сам по себе комбез, конечно, очень крутой. Я думаю, что нам как раз он то, что нужно для нашей игры. Так, ну собственно, а что нам с этим детектором дальше делать? Добавлено возможность определения транспространственных аномалий, таких как пузырь и нестабильный телепорт. Угу. Хорошо. Хорошо. Далее, по квестам что у нас? Надо дать артефакт бороде. Ну, теоретически нам, наверное, нужно сейчас вот сюда идти. Скорее всего, мне так кажется. Давайте отправимся. Потому что с мутным еще вопрос не закрыт. Ох, чудесные фризы. Как я вас люблю. В скобочках нет, конечно же. Так, здесь мы проходим, да? Везде проходим. Бандюги, лучше не рыпайтесь, серьезно. Вот сидите там, где сидели. Даже не вздумайте. Есть тут у меня одна штука. Порвет вас всех тут на куски. Тихо, 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 тихо. Так, ну что, берем калашик. Есть ли вдруг мутанты? Чтобы дать им отпор. Осмотрим. Да, идем пока правильно, хорошо. Ну-ка, интересно. А вот определение этих аномалий, давайте попробуем. Да, теперь у нас с вами видны в принципе все аномалии. Но при этом, да, вроде бы не видно артефакта. Хотя нет, один, по-моему, виден. Там где-то точечка зеленая была только что. А еще как-то можно переключать здесь видимость. А, кстати, смотрите, грибок. Да, наверное, здесь. Давайте попробуем посмотреть. Да, действительно грибок. Тихо, тихо, тихо. Опасно, опасно, опасно. Быстрее. Да, вы знаете, я сейчас все патроны, наверное, на этих мутантов переведу. Допустим, допустим. А ну-ка, где-то был грибок. Здесь. Да, слушайте, а с этим детектором-то бодрее гораздо эти грибочки искать. Я что-то с тем пробовал как-то, ну... Не знаю, так они не попадались. Как сейчас. А каждый грибок по тысяче, да? Да. Гриша нас везет. Значит так, ставьте. На базу новичков не ногой. Там сейчас черт знает что творится. Срочно. Подходи, пообщаемся. Прям срочно. Давай, ты кто? Ты где? А, ты здесь. Слушай, а кто это? На базу новичков не ногой. Там черт что творится. И выстрелы были слышны, да? Давайте вот так сейчас сделаем. Интересно, интересно. Так, кто такие, ребята? Че здесь делаем? Че сидим? А, мы это местечко помним, да? Здесь мы, по-моему, отбивались. Все. Музыкальная пауза. От бандюк местных, да? Которые маскировались под сталкеров. Так, Гриша борзый. Гриша, ты и правда борзый, слушай, с таким пулеметом-то? Я получил сообщение, что вам нужна помощь. Дело касается Мутного. После того, как ты сообщил о его делишках, сталкеры, естественно, пошли к нему на разбор. А эта гнида со своими дружками, бывшими долговцами, перебила всех новичков у себя на базе. В общем, Мутному деваться теперь некуда. Вот он и держит оборону на базе новичков. Мы собираемся уничтожить ублюдков. Ты с нами? Конечно, я с вами. О чем речь? Ну, как будешь готов, приходи. Только не тяни, долго ждать не будем. Да я уже готов, братан, ты что? Погнали. Воу, ну что? Ласт босс, как говорится, да? Ну, наверное, слушайте. Возможно. Потому что больше тут идти уже некуда. Мы артефакт нашли, судьбу сталкеров узнали. Но будет тяжело и жестко. Скорее всего, большинство вот этих ребят погибнет, которые сейчас с нами идут. Я в этом почти уверен. Давайте пока вот так вот побросаем гранатки туда, на углу. Просто придержим, так скажем, огнем прикроем, ребят. Поможем. Жизнь, нет, 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 нет! Жви, друг, живи! Задание отменено. А я же не догадался, да, наверное, сохраниться. А, Гриша Бузы. Короче, я понял. Я понял, в чем прикол. Я сцепил своего. Я понял, ладно. Последнее сохранение. Давайте сохраним сейчас. А, точнее, загрузимся. Да, благо, что это было недалеко. Наше сохранение. Я, честно говоря, подумал, что я сохранился там. Где-то еще далеко-далеко. Так, ну что. Как мы с вами поступим? Давайте, наверное, гранатомет. Может быть, придержим? Ладно, сейчас разберемся. Поехали. Может быть, и покидаем, только более аккуратно гранаты. А может быть, с ВССа попробуем. Да, ну действительно, здесь очень много бойцов, на самом деле. Легко не будет, определенно. Нужно нам куда-то с вами прятаться, маскироваться. Ну, привет. Жесть. Очень, очень как-то люто. Ну, ребята, играем на мастере, поэтому тут ничего удивительного, в общем-то, нету. Так, так, так. Мансим, мансим, мансим. На самом деле, целиться очень сложно здесь. Особенно в снайперском режиме прицел постоянно гуляет. Его постоянно водит. Он такой какой-то плавающий. То есть, буквально делает шаг в сторону, и прицел тут же смещается. Прям тут же. Короче, у меня такое чувство, что всех их там уже давно перебили. И наших, и тех, по-моему. Да стараюсь, не видно ж никого. Отлично, попал. Точность классная, конечно, ВСС-а. Крутейшая. А ну, гад, ты где там, а? Ты где? Сейчас найду тебя, собака. Собаку-то, может, и найду? Только где он? Жесть, нет, 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 нет. Друг, живи, 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 живи. Хорошо, еще одного. Отлично. Так, нас осталось двое. Ну что, подружали еще? Загадай. Так, задание выполнено. Уничтожить отряд мутного. Воу, отлично, отлично. Брат, ты кто? Ты борзый? Да. Гришка борзый. Один выжил, потому что борзый. А ты кто? Купец. Это торговец, друзья, вы посмотрите. Завалили торговца. Какая жесть, сколько у него здесь вещей. Обалдеть. А давайте попробуем найти самого мутного. Вот он, вот он мутный гад. Давай сюда флешку. Колбасу тоже давай. Так, ну что нам с вами делать дальше? Три товарища. Артефакт бороде. Найти гену непомнящего. Инструменты, технику. Нет, это уже все. Это уже, скорее всего, все. Не знаю даже, где это искать. Да уже, честно, не очень хочется эти побочки выполнять. Потому что, как я понимаю, мы с вами уже все в финале игры. Так, ребятушки, тем временем, да, быстренько здесь обосновались. Уже борзый Гришка забежал в подвал. Уже наверняка колбаску покушивает. Да? Нет, колбаску не покушивает. Он встал на место мутного. Красавчик. Вот и все, нет больше мутного. Теперь здесь останусь за порядком, буду следить. Бывай. Бывай, братан. Слушаю тебя. Ой, обожаю музыку выключать. Так приятно. Так приятно, что такая возможность есть. Да, здесь у нас был техник. Ну, знали бы сразу, что с мутным такая беда. А интересно, вот если попробовать его в самом начале завалить, игра пройдется сразу и быстро? Или нет? Так, давайте, наверное, Геркулесика бахнем напоследок. Чтоб бежалось пошустрее. Я не знаю, мне кажется, наверное, надо куда-то... А куда надо? Ну, по идее, вот отсюда мы начинали. Давайте попробуем туда добежать на начало. Плюс нам, может быть, детектор как-то поможет. Может, найдет какую-то аномалию пространственную. Через которую мы сможем выйти, например. Я, честно, даже не знаю. Так, 3, 4, 5. Кого? 3, 4, 5 кого? Секунду. Подождите, какая-то труба. А где я? Ну, теоретически, да. Я в начале игры, получается. Да, да, все, узнаю эти места. Ну, давайте зайдем, посмотрим, кто здесь. Лоцман. Лоцман, друзья. Обалдеть. Вот ты молодец какой. А кто тут еще есть? Давайте посмотрим. Артем Самогон. Мне таких не знаю. Олег Ведьмак. Ведьмак. Респект и уважух тебе, друг мой. Интересно. Ну, наверное, поговорим с лоцманом давайте, да? Здорово, брат. Привет, чем занимаешься? Да вот, туристов привел. Не желаешь проводить их тут по злачным местам? У меня нет на это времени цена вопроса. Допустим. Да бабки у них водятся. Что надо делать? Ребята ищут острых ощущений, зверя пострелять, на аномальные места посмотреть. Им нужен человек, который знает здешние места. Я согласен. У меня нет на это времени. Подождите, мы с вами сохранились, да? Нет, стоп. Давайте вот сейчас как сделаем. Я пересохранюсь. И мы попробуем выбрать вариант, допустим, нет на это времени. Что будет дальше? Ага, ничего не будет. Понятно. Интересно, а вот если вглубь пещеры пройти, что будет дальше? Готовы ли вы покинуть зону, обратного пути не будет. Нет, не готов. Давайте поводим туристов. Вот интересно все же, что будет, если попытаться поводить туристов? Цена вопроса, давай я согласен. Постарайся сам мутантов не убивать, а только ранить. А тут столько тварей туристы настреляют, зависит твой заработок. Олег ведьмак. Воу, Артем Смогон, посмотрите-ка, прикольно. Не забывай периодически подлечивать их после боя. Если кто из них помрет, то, естественно, денег от него хрен получишь. Как нагуляйтесь, приводи ко мне. Я буду ждать здесь, понял. Ну что, бойцы? Погнали. Погнали. Гид. Мистер Шпилкис, к вашим услугам. Так, только ранить. Из ВССа на самом деле ранить невозможно. Так, товарищи, туристы, по левую руку от меня вы видите аномалию жарко. Можете подойти поближе и погреться слегка. Так, ну что, попробуем давайте куда-нибудь там их завести, где мутанты есть, например. Интересно, сама механика, что это такое, непонятно. Но, как я подозреваю, что там с вами у нас был финал, то есть конец игры. Если бы мы вышли из локации, скорее всего, все. Ребята, кстати, неплохо снаряжены, на самом деле. Давай-давай-давай, догоняй, догоняй. Ребята, вы тут, на, не обращайте, тут заварушка. Заварушка была. Пять минут назад, но все нормально. Так-то здесь тихо и спокойно, все хорошо. Давайте доведем до ближайших мутантов, просто посмотрим, что будет. А где ближайшие мутанты? Я уж честно не помню. А, вот где-то здесь есть кабаны, точно-точно. Прямо где-то недалеко у нас есть кабанчики. По-моему, где-то вот здесь. Сейчас мы туда залетим. Ворвемся. А, чтобы ранить кабана, наверное, лучше взять вот этот ствол. Я сейчас попробую хотя бы по одному попаданию делать по всем мутантам здесь. Они пускай добивают. Вот, вот, смотрите. Смотрите, да? Давай, ребята, ребята, подходи. Работка нашлась для вас. Тук! Вставай, ребятушки-кабанчики, вставай. Так, 58, 72, слушайте, завалят. Завалят кабаны. Ой, завалят, я чувствую. Ой, завалят. Все, одного, одного завалили. Да, вы знаете, фишка в том, что на самом деле не получится как-то... Как-то, я не знаю, прям совсем-совсем не стрелять по мутантам. Так, слушай, внимательно даю водную. Не атаковать, пока я не начну игнорировать бой, если противник далеко. Если будет убегать, значит, понятно. Так. Возьми аптечку, подлечись. Хорошо. И возьми аптечку, подлечись. Так, ну, вы знаете, конечно, занятие такое, да, но, скорее всего, это уже небольшая развлекуха на последок в игре, да, я думаю. Давайте попробуем сейчас отвезти их к лоцману назад. Одного, к сожалению, потеряли бойца, но я думаю, что это к сюжету игры особо не относится. А вот, смотрите, 800, 400, 400. То есть, это те денежки, которые они нам заплатят, да, в итоге. Ну, вы знаете, если их экипировать, допустим, покруче, например, дать им крутые стволы, прям реально крутые. Ну, допустим, как это так, А-12 или там ВСС, допустим. Эй, ты где? Не уходи далеко. А вы где? Пацаны, вы что там залипли-то? А, они, наверное, с кем-то воюют там, нет? Нет, по 100% у них у всех, нет, воюют однозначно с кем-то, смотрите. А кто такие бандюры? Так, Васька, Васька Бизон. Где ты, Васька Бизон? Да, я подлечу тебя. Слушайте, они вообще на своей волне. Связался с туристами на свою голову, посмотрите. Что попало? Творят, куда попало пруд. За мной, бойцы. Не отставай. Я говорю, за мной. Эй, ты там, что за лип? Но, смотрите, заваруха с бандитами удовольствия им не принесла. Соответственно, денежек они мне не дадут. То есть, деньги такие, как были, так и остались. Ну, вы запарили индюки, ну вы идете, нет? Нет, вы знаете, все. Я наводился, туристов хватит. Удовольствие в этом небольшое. Я уже даже не бегаю, но они туповатые, ребята. Не особо за мной спешат. Жесть, да? Представляете, приходят туристы в зону. Доходят до ближайшей деревушки. И видят здесь горы трупов. Интересно, захотят ли они дальше пойти? Если нужно, что? Спрашивай у главного. Я думаю, вряд ли. Я думаю, прям здесь они развернутся. Скажут, нет, ты знаешь, пойдем-ка мы лучше к лоцману. Пусть он нас уводит отсюда. Так, смотрим, как тут быстро правильно дойти. Вот сюда. Кстати, а там кто? А, там свои. Давай, давай, догоняй, догоняй, бойцы. В аномалию полезете? Хотите залезть в аномалию? Не хотите, да? Ну-ка, не хотите, как хотите. Ну что, лоцман, забирай своих, давай, назад. Сам води, ходи. Один уже, один уже скопытился. Все, нагулялись, уводи их на затон. А, смотрите, у нас есть статистика. Давай посмотрим. Убитым мутантов. Женька неуязвимый. Ведьмак у нас одного мутанта убил, красавчик. Итого 1600. А, смотрите, ладно, этих увожу, может, через сутки еще приведу. Вот в чем получается фишка здесь. То есть, это как бы напоследок, чтобы не уходить с этой локации, у нас есть возможность водить здесь туристов. Хорошо. Ну что ж, а мы с вами отправляемся. Отправляемся. Сюжет пройден. Мод отличный, друзья. Классный. Под конец мода выяснилось, что играем мы вообще на мастере. На уровне сложности мастер. Поэтому так, собственно, и было жестко все время практически. Но ничего. Мод, наверное, как на мой взгляд, чуть хуже, чем пространственная аномалия. Пространственная аномалия мне понравилась больше. Потому что пространственная аномалия сюжетно выполнена интереснее. Потому что тебя сюжет ведет. Не дает тебе возможности скучать. Не дает возможности как-то останавливаться. Где-то думать, куда пойти, куда не идти. И, в общем, сюжет здесь похуже, наверное. Но сама задумка тоже интересная. Локация отдельная, на которой происходят какие-то события. Ну что ж, выходим. Сталкер Макс ушел из зоны. Как сложилась его жизнь на большой земле неизвестно. Узнав о судьбе своих товарищей, Борода более не заводил близких друзей среди тех, кто на него работал. Обосновавшись на новом месте, Радик проводил экскурсии по местным достопримечательностям вновь прибывшим сталкерам. На базе новичков по-прежнему все спокойно. Среди вновь прибывших сталкеров истории про мутного передается из уст в уста и обрастают небылицами. Да, друзья, все. Финал. Концовка мода. В общем, спасибо тебе, Дэн, Стэш, за разработку. Классный мод. Все круто, все классно. Ну, на мой взгляд, все-таки он немножко уступает, конечно, пространственной аномалии. Спасибо всем, друзья, кто смотрел мое прохождение этого мода. Всем, кто помогал, советом. Спасибо большое. Жду вас на других видео, на других роликах и в других играх. Увидимся. Пока-пока.